Есть ли какие-то практики, позволяющие понять, чем именно я хочу заниматься? Давайте рассмотрим этот вопрос с разненьких стороночек. Ну, начнем первым. Первый такой момент, который я слышу так. Мне самому крайне лень разбираться, чего я там хочу. Ну, это же надо думать, надо к себе прислушиваться, надо себя понимать. Можно ли сделать какое-нибудь волшебное заклинание, погадать на кофейной гуще, не поверите, несколько дней назад, прямо на столбе перед собой это увидела. Гадаю на кофейной гуще, привороты, вывороты, завороты и прочая фигня. Значит, можно ли сделать какое-то упражнение, чтобы я понял, чем именно я хочу заниматься? Вы хотите, чтобы вам это пришло во сне, чтобы с большого экрана на городе Ворожка, на городе, в центре города появился экран, и там такая появилась бабка Оля и сказала, Светлана Пронина, вы рождены для того, чтобы продавать беляши. Вы именно этим хотите заниматься. Вот, задавая подобного рода вопросы, чего я хочу, вот знаете, мне всегда хочется сказать, клиника, клиника. Вот, мне напоминает это, когда мои дети приходят, значит, у меня такая существует политика свободных отношений в моей семье. Мы сейчас не про секс, не про мужа и жену, эту тему мы не трогаем с вами. Я сейчас имею в виду, что вот ребенок говорит, мама, утром приготовь мне омлет, или мама, приготовь мне кашу, или мама, приготовь пожарь мне сырники. Не вопрос. Главное, не трогай мой мозг, береги его, мне все равно, что для тебя сделать, главное, чтобы тебе было хорошо. И вот подходит мой ребенок и говорит, мама, что у нас будет на завтрак? Я говорю, котик, вот смотри, холодильник, что ты хочешь, я тебе приготовлю. Даже не смотри в холодильник. Начинаются страдания, господи, чего же я хочу. Я говорю, хочешь хлопья стоят, значит, там с орешками, хочешь омлет, хочешь сосиску, хочешь, я испеку тебе блинчики, хочешь. И вот ребенок начинает рыдать, уже истерически. Я не знаю, чего я хочу. Хорошо, что это касается в их жизни только еды. Вот взрослый человек очень часто мне напоминает такого. Когда я спрашиваю у человека, почему ты? Он говорит, вот хорошо, у тебя есть машина. Я говорю, что у тебя нет машины? Ну, я не заработал. А что ты не заработал? Ну, потому что у меня нет высокооплачиваемой работы. А что у тебя нет высокооплачиваемой работы? Ну, потому что сейчас не платят. А ты проверял, всем не платят или только тебе? И вот у человека, значит, начинается вот думать, это страдание. Вот у большинства людей стоит такое огромное такое убеждение. Думать – это страдание. Именно поэтому гораздо проще устроиться в ашанчик кассирам, дабы не думая точно знать, что ты получишь свою кучку денег, когда будешь вот это делать бесконечное пип, пип. Вы знаете, я сейчас в некоторых супермаркетах есть касса самообслуживания, если ты покупаешь чего-то немного. Я периодически, периодически, дабы напомнить себе, какой охуительной жизнью я живу, иду на эту кассу самообслуживания. И, значит, и пикаю там, и говорю себе, Оля, в тот момент, когда ты скажешь себе, Господи, я устала, напомни, пожалуйста, что ты всегда, мать твою, можешь прийти, сесть на кассу, у тебя даже стажировка вот бывает раз в недельку, и пикать бесконечно, и пикать, и получать свои, не знаю, сто или сто пятьдесят долларов в месяц, и вот такую жизнь люди себе выбирают, потому что они не хотят развивать свои мозги, они слыхать не слышали ни о каких ментальных практиках, ни о какой осознанности, и ни о чём прочем. Поэтому вопрос, чего я хочу, это, знаете ли, как в сексе. Надо поебаться, дабы понять, нравится тебе так или не нравится. В жизни, друзья мои, такая же фигня. Нужно пробовать что-то, чтобы понять. Практика вам не нужна никакая. Вам не нужна кофейная гуща и огромный экран, откуда вам вещает великий голос. Вам нужно, мать вашу, просто взять ручечку, бумажечку, салфетку, туалетную бумажку и написать, мать твою, списочек того, чего бы тебе хотелось попробовать в этой жизни. И взять и начать делать. Да, друзья, я про осознанность, я про медитации, про практики, но, мать твою, перестаньте заниматься всякой хуетенью. Не могу по-другому сказать. Потому что, Ольга, не ругайтесь матом. Так а что же вы хуйню такую пишете, друзья мои? Какой же это мат? Это правда жизни. Получается, вам можно мне такую хуйню спрашивать? А мне вам правду отвечать нельзя? Ну нет, ребятушки. Вот получайте, как получайте. В данном случае, никакие медитации и практики вам не нужны. Потому что вы тупо не хотите напрягать свою головешку. Даже головой не могу назвать. Поэтому... Wake up! Зиндзали! Проснулись! Диндры! И вспомнили о том, что ваша голова вам дана не просто так. И хватит заниматься и страдать фигнёй. И делать что-то странное. Да, объяснение чётко, по делу. И не надо нам тут привлекать силы Великой Вселенной, вибрировать. Хуйнёй страдать не надо. Понятно всем? Ответили на вопрос или ещё что-нибудь? Но можете закрыть глаза и попросить благословения, чтобы на вас снизошло. На вас только что снизошло. Раз вы смотрите этот эфир, значит, на вас снизошло. Может, добрая подружка вам прислала. Может, мужик ваш прислал. Может, девушка вашу прислала. Снизошло. Я вам ответила самую, что ни на есть правду. Могла бы полоскать мозг. Могла бы говорить, приходите на марафон, чтобы познать себя. Не надо тут познать. Тут просто надо дебилизм и лень свою выключить, и жопу свою поднять. Всё. Тут нет других вариантов. Простите. Тут обойдёмся без медитации. Погнали дальше, друзья. Едем дальше. Следующий вопрос, как вы уже видите на экране, а кто не видит, я его проакцентирую, по сути имеет один и тот же общий знаменатель. Почему я до сих пор работаю на дядю? А почему ты, мать твою, до сих пор работаешь на дядю? А я тебе скажу, почему. Первое. Ты лентяй, который не хочет брать ответственность за свою жизнь на себя. На дядю ж можно гнать, не ту работу даёт, не столько платит, не тот дядя, не уважает меня, не так ко мне относится, тварь поганая, как всё плохо делает, как он нас не любит. А на себя-то не погонишь? На себя-то не погонишь, на себя надо идти, надо придумывать, что ты будешь делать, надо искать, кому это надо, надо потом то, что ты придумал, и тому, кому это якобы надо, не просто это продать, а сделать так, чтобы он потом тебе яйца не оторвал, потому что ты хуй тебе ему всякую продал, за это всё надо отвечать. И не придешь домой и не пожалуешься, что дядя тебе не платит. Вот ты сидишь и думаешь, ты так не можешь это себе разложить, ты же там чинненький такой, матом не ругаешься, все дела, такой очень правильный. Сидишь такой, значит, и думаешь, господи, что ж, почему же я не работаю на дядю, почему, вернее, до сих пор работаю на дядю, что же такое происходит? Может быть, помедитировать, может быть, что-нибудь еще сделать, но пока поработаю на дядю, на дядю, на дядю, на дядю. Друзья, это называется тупка мозга. Это называется, что когда вы настолько начинаете охреневать, настолько ленивы в своей жизни, настолько уже деградируете, вот вы сидите и у вас to be or not to be, и это, мать вашу, даже не Шекспир, понимаете? Это то же самое, поэтому я вам не могу дать никакую практику, я вам не могу сказать, приходите на рерайтер жизни, потому что если вы с таким мозгом придете на рерайтер жизни, я возьму лопату и сама вас там закопаю, понятно? Ясно? Поэтому сначала делаем такую же практику, дзынь-залень, дын-ды-рынь, тун-ды-рунь, проснись, проснись. И когда проснулись, тогда начинаем врубаться. Все? Ответ есть? Прекрасно! Погнали дальше, друзья! Тут боюсь прям вопросы отвечать на все. Ну, ладно, я тыкала куда-нибудь, потому что вопросиков много. Как высказать то, что думаешь, хотя в голове вроде все уложилось, а сказать не можешь? Ну, во-первых, моя голова закипает от самого вопроса, потому что когда мой мозг пытается понять, что его спрашивают, давайте попробуем еще раз. Как высказать то, что думаешь, ты что-то думаешь и хочешь об этом сказать? Давайте. Хотя в голове вроде все уложилось. Этого не понимает мой мозг. Куда в голове уложилось? Кто уложился в моей голове? Почему в моей голове кто-то лежит? Непонятная часть вопроса. А сказать не можешь. Мой мозг сказал только, что пи-и-и-и-и! Чего это баба или мужик хочет у тебя спросить, что он хочет? Давай мозг, давай, давай, пепси-черри. Как говорят многие, это трава, а для меня это зелье, которое помогает понять людей. Давай, вдохнем, заглотнем. Значит, наверное, человек спрашивает, как высказать то, что думаешь. Вся остальная, вторая и третья часть убираю. Как высказать то, что думаешь? Все остальное, простите, я не поняла, о чем идет речь. Слишком сложно для меня. Как высказать то, о чем думаешь? Ну, просто открыть рот и сказать о том, о чем ты думаешь. Следственный вопрос к вам. А почему вы не можете сказать то, о чем вы думаете? В чем сложность сказать то, о чем вы думаете? А я вам скажу. Вы думаете, что человек может обидеться, что ему может не понравиться, что он может перестать с вами дружить. Короче, вы какая-то гребанная жертва, жертва такая, знаете, которая боится, что если что-то сделает в этой жизни не так, то будет, как в мультфильме Том и Джерри. Ну, сдохните. А в мультике помните потом как? Мышка раз ожила и побежала. Ее били-били сковородками. И Тома того били. И там жопу ему вечно чем-то жарили. Он не сдох. Вы тоже не сдохнете. Вы просто скажете то, о чем вы думаете. Просто попробуйте выразить это. А как вы живете постоянно, говоря то, что от вас хотят слышать? Как вы, люди, вообще живете, если вы постоянно врете, все время врете? Постоянно пытаетесь понравиться всем остальным? Вам от себя не тошно? Вы проститутка жизненная. Потому что вы хотите, чтобы что-то вам давали, не знаю, любовь, признание, понимание, считали вас хорошим. А вы делаете то, что хочет другой человек. Бля духа. Вот так вот бы вам сказала я. Вот вы себя задайте вопрос. Мне вообще как вот этой проституткой жизненной нравится быть? Нравится или не нравится? Сегодня такой интересненький у нас эфирчик получился. Но каков вопрос, таков, друзья, ответ. Техники не будет. Как сказать? Закройте глаза. И представьте себе, что когда человек задает вам вопрос, вы говорите ему то, что вы думаете. Для того, чтобы это упражнение получилось у вас лучше глубоко вдохнить, расслабьтесь. И представьте еще раз, как вы говорите. Нет такого упражнения. Не работает. Не работает. Важно понять, что я живу своей жизнью. Она у меня по предположению в этом теле одна. Не будет, как на Sony PlayStation 5. Умер человечек, у вас осталось 4 жизни. Нет. У вас больше нет ни одной жизни. Все. И спросите себя, а мне нравится вот эта вот проститучья жизнь. Быть таким правильным, таким хорошим для всех остальных. Зачем? Что мне это дает? А знаете, что самое интересное? Чем больше вы пытаетесь кому-то понравиться, чем больше вы пытаетесь угодить другим людям, тем больше вы им не угождаете. И тем больше вы страдаете. Вы говорите, я же для тебя. Я же вообще так не хотел. Я же все только ради вас, а вы... Это типичная позиция жертвы. 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 Да. А вроде ничего не пила. Так вот. Просто спросить себя. Не то, что другим сказать, что думаешь. Себя спросить, что ты думаешь. И насколько тебе это полезно. Мы можем тут писать, да, дело все в самооценке, не в самооценке. Вы знаете, дело в том, что нас тупо не научили никак думать. Потому что единожды задав себе такой вопрос, зачем я это делаю без всякой там самооценки. Я вас умоляю. Давайте оставим эту психотерапию куда-нибудь там. Просто зачем я это делаю? Для чего? Кому я пытаюсь понравиться? Сидишь такой, иди, выкури сигарету. Не куришь, как я. Выпей. Не пьешь, как я. Сдохни здоровым. Налей черепуть. Поговори с собой. И все. И когда ты поймешь тупость ситуации, просто прими решение, что отныне я буду говорить то, что я думаю. При условии, что меня спрашивают. Это очень важный момент. Никогда не вякайте, если вас не спрашивают свое мнение. Потому что, возможно, ваше мнение никого не интересует. Высший пилотаж – это когда за ваше мнение платят вам деньги. Нормально – это когда кто-то вами интересуется и спрашивает, а что ты думаешь по этому поводу? А если никто вас не спрашивает, то и не лезьте. Но не врите себе и заканчивайте это проститут. Проститутскую жизнь, хотелось сказать. Ну, давайте на этом. И закончим. О чем конференция? Про любовь. Про любовь. Сегодня все про любовь. Итак, погнали дальше. Нормально вам? Хорошо? Или заканчивайте все? Не иду ли я против вселенной, называя ей свое «хочу» и «дай»? МБ – это не лучшее для меня. Может быть. Ага, расшифровал. Выж мозг, ты молодец, ты такой гениальный. Не иду ли я против вселенной, навязывая ей свое «хочу» и «дай»? Ну, вот смотрите. Давайте с вами… Я сегодня, опять-таки, я делюсь с вами своей трансляцией, своим видением мира. Как каждый человек, который выдвигает некую гипотезу, что его реальность выглядит так. Вот я вам расскажу моя реальность. Есть некая вселенная. Кто смотрел мультик «Душа», прекрасно, вам будет легче. Кто не смотрел мультик «Душа», посмотрите. Представим себе, что такое вселенная? Вселенная такая огромная, мы все с вами состоим вообще из энергии. Это уже и доказано. Мы все с вами из энергии. Все мельчайшие и мельчайшие частицы, мы, короче, все энергия. И по сути, вселенная – это некая большая энергия, к которой мы примыкаем. Давайте назовем ее нашей мамой. Наша мама – вселенная. Нас у мамы вселенной миллиарды. И мы с вами такая, стоит большая такая дыра, такая, из которой состоит вот эта мать вселенная, и мы все ее дети. И нас мать запускает туда, на землю. Мы туда, через эту дыру прыгаем, значит, сюда рождаемся, через животики, там все дела, выходим красиво, не будем говорить, что мы выходим там через гениталии, писи, через животики. Выходим. Выходим в мир. Она говорит, ну все, ребеночек, давай, прыгай. И мы так чпок-чпок-чпок-чпок-чпок-чпок. Прыгаем на землю. Прыгаем, прыгаем. Дабы у кого-то родиться. Хочет ли нам наша мама добра и счастья? Отправляет ли она нас со словами, да блин, сдохни, товарищи, сдохни, пусть у тебя все будет плохо в этой жизни, пусть чтоб ты там вообще… Нет, ну нет, но она добрая. Она говорит, ну пупсик мой, мамочка всегда с тобой, ты помни об этом. И она нас туда швыряет. Швыряет. И она говорит, у тебя будет все хорошо, и у тебя будет хорошо, и у тебя, и у тебя, и у тебя и у всех хорошо. Да? Она нам говорит это. Но как вы считаете, вот она нам дает силу, мозг, говорит, мозг тебе дают, смотри, это важный момент, кричит, я дала тебе с собой мозг, ты что пожелаешь, о чем будешь думать, то… Да, я сейчас всех тут забаню, у кого тут шиза, значит, что пожелаешь, о чем будешь думать, все получишь. Но мы ж пока летим, мы не слышим этого, нам не слышна эта информация. Мы там что-то… Да, мама, бутерброд, бутерброд взяла с собой, ну как обычно, все друг друга услышали. И вот мы, значит, такие рождаемся, мы уже забыли, что мама говорила про бутерброд, про все дела, и мы начинаем смотреть на мир. У кого-то родились, что-то происходит, какая-то движуха, и люди какие-то разные начинают нам рассказывать, что такое жизнь. Тетя, которая нас родила, мы называем ее мамой, она говорит, жизнь запомни, мать покинула вас, Силантьева, Силантьева покинула мать. Вот. И Силантьев говорит, она говорит, Силантьев, запомни, жизнь – это тяжелая штука, это боль, и ты должен много и упорно учиться, сражаться, чтобы стать человеком. Запомни, важно иметь профессию в руках, поэтому если ты научишься копать, то ты сможешь копать землю, выкапывать картошку, работать в аграрии, закапывать трупов, у тебя есть много разных талантов. И вот вам эта мать, значит, ваша что-то рассказала. Каждому рассказала мать, отец и прочие люди что-то свое. Но почему-то все рассказали о том, что жизнь очень сложная. И мы тоже так начали думать, жизнь сложная. Мы же не помним, что нам там мама вселенная, когда мы в эту дырку прыгали, кричала, то, о чем будешь думать, то, чего будешь желать, то и получишь. Я тебе мозг дала. Мы не помним этого. И мы начинаем думать и желать, что жизнь – это сражение, вокруг одни идиоты, все сложно, все, я должен пройти тяжелый путь и пронести свой тяжелый крест. То есть мама, она не может за нами всеми уследить. Ну, представляете, вы родили миллиард детей. Вы что, можете за ними уследить? Ну, вы их хитрая. Вы им всем дали пульт управления от их жизни. Что захочешь, волшебная палочка, что захочешь, что у тебя и будет. Мама-то уверена, что мы используем, что мы и желаем все, что мы хотим. Понимаете, в чем фишка? Так вот, вы говорите, не иду ли я против вселенной, навязывая ей свое «хочу» и «дай». А вы считаете как? Что мать вас родила, и она вам еще всем судьбу приготовила? Нет. Она сказала, палочка на тебе, волшебная, в мозг тебе вставила, мозг твой. Говори, чего хочешь, желай, чего хочешь. Она дала нам универсальное средство, для того, чтобы она нам карточку дала. Она нам не сказала, каждый раз говори мне, хочу морковку. Она думает, нет, я лучше дам карту, и пусть покупает себе все, что хочет, это проще. У нас же современная вселенная, понимаете? А мы такие, настолько офигели, настолько атрофировали, вот это то, что нам дали, мы такие сидим и говорим, ну нет, пусть сама принесет. Она же, наверное, сама мне там что-то придумала. Я буду сидеть на своей жопе, ждать, ничего не делать, разъедать свою жопу, разъедать свой мозг всякой ахинеей, писать, вот эта мать покинула вас, вот писать всякую чушь на чужом эфире, сидите на своей странице и пишите, что хотите, вы пришли ко мне в гости, ко мне сейчас. И эти люди тоже пришли ко мне, представляете, не к вам. Так вот, история в том, что мы начинаем оправдывать свою лень, мы начинаем оправдывать свою тупость, свое нежелание развиваться тем, что есть некая судьба и так суждено. Да и ни одна мать, ни одна алкашкая пьянючка никогда не пожелает своему ребенку того, что вы сами делаете со своей жизнью. И когда вы сидите, простите меня, и вам 25, 30, а вы выглядите как непонятно что, когда вы не можете отправить себя на отдых, когда вы не можете ничего себе купить, когда вы не можете даже снять нормальную квартиру, когда вы не можете своих детей отправить в нормальную школу и купить им новые вещи, неужели вы считаете, что это ваша судьба, что это вам послала ваша матушка вселенная? Правда? Да? Вы так считаете? Это ваши жизненные испытания, кармические? Да нет! Это ваша ленивая жопа и ваш атрофированный мозг, который ни черта не хочет делать, который сидит и ковыряется в говне. Вот что это! Поэтому это не лучшее для меня, может быть, это не лучшее для меня. Для вас не лучшее тупеть сидеть, для вас не лучшее не заниматься своей осознанностью и не развиваться, и не брать ответственность за свою жизнь. Вам дали все. У вас есть руки, ноги, глаза, мозг, невероятный мир возможностей, интернет, фантастическое время. У нас даже никто не стреляет над головой, нас больше, мы не живем в бараках с вами. У нас есть невероятные возможности. Даже если мы сейчас находимся в жопе мира, у нас есть интернет, а значит, мы можем все. Но мы сидим и говорим, «А может быть у меня судьба-то другая?» Я очень надеюсь, что вы получили ответ на свой вопрос. Yes, of course. Погнали дальше. Погнали дальше. Я думаю, на этот вопрос вы можете ответить уже сами. Вы уже знаете, что я отвечу. Но я вам все-таки покажу, какие вопросы вы мне задаете. Какие вопросы вас интересуют. И я хочу, чтобы вы увидели сейчас, глядя на этот вопрос, я его прочитаю, потому что его видят только участники этого эфира, а в записи не увидят, что уровень вашей самоответственности никакой. Говнище минус 10. Читаю вопрос. «Как выбираться из говна, если ты туда сам же прыгнул?» Скажите, пожалуйста, вот вы что хотите? Высокоинтеллектуальную беседу на эту тему? Как же ты попал в это говно? Как же мы с тобой оттуда выберемся? Вы сидите, режете себе вены, хотите публично их резать? Смотрите, как я их режу. Смотрите, я их вытягиваю. Господи, какой же я. Да сидите в этом говне. Сидите и не воняйте тут. Вот что я вам скажу. Мы все прекрасно осознаем, что мы делаем, особенно задавая такие вопросы. Особенно задавая такие вопросы. И нам хочется, чего вы хотите? Чего вы хотите? Чтобы я вас пожалела сейчас? Чтобы я сказала, господи, что же с вами произошло? Да вы всегда будете в говне. Это ваш осознанный выбор. Вы уже, может, и сами состоите из этого говна. Идите, убейтесь и начните заново. Друзья, вы что? Мне каждый раз, не то что страшно это читать, у меня просто, во-первых, я не понимаю, почему такие люди меня смотрят. Зачем вы меня смотрите? У вас мазохизм? Или как это? Или как это? Вы осознанно отравляете свою жизнь и наслаждаетесь этим. И хотите, чтобы другие люди приняли участие в этом шоу? Это называется говношоу. У нас нет места для такого. Я просто хочу, чтобы вы это видели, чтобы вы не думали, что я это придумывала. Так, вопрос следующий. Куда ты откнула? Не удалось поделиться ответом. Не знаю, что это значит. Как перестать пытаться всем угодить и делать так, как кому-то удобнее, нежели себе. А в чем, собственно, проблема? Хочу я вас спросить. Ну вот, задавая подобные вопросы, в чем, собственно, проблема? Как перестать пытаться всем угодить? А зачем вы пытаетесь всем угодить? Зачем вам это надо? Вот задавайте себе очень простые вопросы. Зачем мне всем угождать? Для чего? Для чего я это делаю? Чтобы понравиться другим? Чтобы они меня любили? Вас никогда не будут все любить. Вы никогда не будете всем нравиться. Все, это факт. Примите это. Всегда будут те, кому вы нравитесь и кому вы не нравитесь. Вопрос только в том, как вы будете себя при этом ощущать. Я в свое время несколько похожую историю проходила и, думаю, проходили практически все люди. Чем больше я пыталась нравиться другим людям и очень часто заводя себя в дискомфорт, потому что я так сильно пыталась им нравиться, что я переставала нравиться себе. Я наступала себе на горло. А потом я спросила себя, зачем я это делаю? У меня это прошло, когда появились дети, потому что я прекрасно понимаю, что мои дети зеркалят меня. Как ни крути, зеркалят. Я подумала, а хочу ли я, чтобы мои дети пытались кому-то нравиться? Пусть лучше им пытаются все понравиться. Поэтому история про то, что позволь себе быть собой, а другому быть другим, выдохни. Нравишься кому-то? Замечательно, вы дружите. Я называю это мои, не мои люди. Мы сошлись, нам вместе прекрасно. Мы друг друга понимаем, здорово. Не сошлись? Ну, замечательно, сойдемся с кем-то другим. Ну, какая разница? Ну, зачем? Нравится всем. Просто спросите себя и осознайте, что в вашей жизни изменится только одно, если вы поменяетесь. Вы начнете нравиться самому себе, и вам станет хорошо. А когда вы нравитесь самому себе, ваша жизненная стратегия начинает очень сильно меняться. Потому что, когда я развиваюсь от удовольствия, а не от того, чтобы нравиться другим, я излучаю совсем другую энергию. Ведь если вернуться все-таки к теме, которой я занимаюсь, темой энергии, каждый раз, когда мы делаем то, что нам не нравится, каждый раз, когда мы страдаем, мы создаем вокруг себя мощную энергетическую вибрацию со знаком минус. И словно липучка для мух, ну, давайте на простом человеческом языке, липучка для мух, помните? Прошел мимо, если волосы зацепил, все, хорей, взял ножницы и срезал. То же самое. Только запустили свой негатив, к вам прилипло все говнище, которое только может быть. Все, что в жизни может сейчас происходить плохое, оно все к вам, как в улей полетело. Оно вам надо? Скажите себе, так, сейчас, если я начну делать то, что мне не нравится, мне будет плохо, я притяну в свою жизнь кучу всего негативного. Я не хочу! Нет, 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 до свидания. Я буду делать то, что я хочу. Я кайфовый, классный, офигенный человек. И однозначно я найду для себя замечательных, прекрасных друзей. Они сами найдутся. Это нормально. Все, вдохнули, выдохнули, погнали дальше. Understand? Так, едем дальше. Ага, это у меня вопрос. Есть ли что-то, что вам в себе не нравится? Вы знаете, в контексте того, что бы вот прям мне в себе не нравилось, нет. В контексте разных моментов, которые бы я хотела улучшить, да, конечно, да, в разных аспектах жизни, в физическом, в восприятии, в реакциях. Я очень активно, например, работаю над сдержанностью, над тем, чтобы не отправить в нокаут человека какие-то определенные моменты. Над многим работаю. Но сказать вот не нравится, нет. Знаете, почему? Не потому, что я суперклассная, хотя отчасти это тоже, да, а потому, что я знаю, что мне это невыгодно. Что если я буду испытывать по отношению к себе не нравится, я это не улучшу. Я притяну в свою жизнь еще больше всяких негативных штук. Я эгоистична. Я хочу, чтобы мне было хорошо, потому что, как минимум, я в ответе за двоих дочерей, у меня есть семья, у меня есть друзья. Я знаю, что если я буду находиться в классном внутреннем состоянии, то я смогу и этим людям помочь. Мой успех им всегда поможет. Мои страдания точно им не помогут. А поскольку я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, и у меня постоянно в окружении еще как минимум несколько тысяч человек, которые мной вдохновляются, а я хочу расширить это до других масштабов, то для меня крайне важно анализировать, что я испытываю, и разбирать это. Когда я научилась это делать, я перестала искать в себе несовершенство, а наоборот, стала искать в себе то, что меня восхищает, в то, в чем я могу гордиться, то, что для меня самой является примером. Потому что каждый из нас self-made. Мы сами себя создаем. Мы являемся своим конструктором лего. И я над собой работаю. Я очень не стремлюсь к идеальности и к совершенству, считаю, что это очень относительное понятие, но тем не менее я все время себя разбираю и стараюсь создать некую лучшую собственную версию, потому что, как мы видим, если не происходят вовремя апгрейды во всем, в бизнесах, в телефонах, еще в чем-то, эти системы ломаются. Я об этом помню, знаю, и для меня крайне важно идти вперед, и, соответственно, мне нужна для этого позитивная энергия. А энергия про то, что мне не нравится, нет. Я учу своих детей, когда они приходят и говорят мне, «Ой, мам, мне так не нравится вот это, вот это». Я говорю, «Стоп, давай поговорим о том, что тебе нравится». Не рассказывай мне, что тебе не нравится. Расскажи мне, что тебе нравится. Когда ты говоришь о том, что тебе не нравится, ты ослабеваешь, ты словно спускаешь у ванной воду, ты вытягиваешь пробку, и ты весь опустошаешься. Давай расскажи мне, что тебе нравится. Вот и все. Так, едем дальше. Вижу вопрос, я не могу. Так, вот был вопрос, что-то про детей. А в чем проблема? Коснитесь вопроса. Я коснулась. Сейчас, сейчас. Вот вопрос. Здравствуйте, с появлением Евы. У Алиса была ревность? Если да, как решили этот вопрос? Вы знаете, мне кажется, ревность – это естественный момент вообще в жизни людей. Ева и Алиса – это две мои дочери, кто не в курсе. Ева на три года младше Алисы. Еве шесть сейчас, Алисе девять. Вообще в жизни, когда у нас появляется какой-то другой человек на работе, ну, в парень, как бы глупо об этом говорить, друзья, да, вы дружили с подружкой, появилась еще одна подружка или друг, там, кто-то появился. У нас, безусловно, возникает ревность. Это абсолютно естественная, нормальная реакция. Но у нас появляется очень крутая возможность научиться выстраивать какие-то новые коммуникации и отношения между собой. И я, и тут очень важно, какие ценности в этих треугольниках или в каких-то коллективах закладываются. Я закладываю в своих детях главную ценность, что они друг для друга самые близкие друзья, самые близкие подруги, да, самые близкие. Для меня это два самых дорогих человека. Когда раньше они задавали мне вопрос, мама, кого ты больше любишь, да, ну, помните, кто-то же обязательно начал такое в семье умный быть, там, знакомый, кто спросил, а, наверное, мама больше Еву любит или мама больше Алису любит, ну, есть такие замечательные люди. Я спросила у своей дочери Алисы, Алиса, скажи, пожалуйста, мне, ты какую руку больше любишь, левую или правую? Ну, какая тебе дороже? Она рассмеялась. Я спросила, ага, какая тебе вот в гимнастике у тебя любимая, какая нога, правая или левая? Мама, ну, типа, с головой дружишь, да, такого плана? Ну, типа, что за вопрос? Я говорю, ну, ты понимаешь, что вы являетесь вдвоем двумя частями меня. Я априори не могу любить кого-то из вас больше или меньше. Для меня не может быть кто-то как-то, как-то выделяться. И вы знаете, когда вы детям начинаете это закладывать, когда вы учитесь их коммуницировать, когда вы показываете им, насколько ценно, что они есть друг у друга и насколько их сила возрастает, таких проблем нету. Это все наше, вот это ограниченное образование, воспитание детское, когда нас все время учили, ты кого любишь больше, папу или мама? Тебе кто? Это или это? Я всегда говорю своим девочкам, девочки, не надо выбирать. В жизни можно иметь все. Выбирайте для себя лучшее, то, что вы хотите. И транслирую это нам по жизни. Поэтому тут все зависит непосредственно от тех ценностей, которые вы вкладываете. Ну, такой простой вопрос, как с головы убрать негативные мысли? Первое, отвечу, прийти на рерайтер жизни. Почему? Для того, чтобы мы могли что-то убрать, ну, знаете, например, там, я не знаю, кто-то перестает есть какой-то продукт, не будем говорить, какой, любой, перестает есть или употреблять алкоголь. Почему это происходит? Это не происходит просто так. У человека происходит какое-то осознание. Вот кто-то там, например, да, вегетарианцы, там есть такие истории, что я там видел, как убивают животных, и я там не могу, да, вот к человеку приходит это осознание, причем его личное. Вот все могут, сто человек это увидели, а у одного пришло такое осознание, а всех остальных это не тронуло. Вот у каждого из нас в жизни рано или поздно происходит какое-то осознание чего-либо. И когда люди попадают на рерайтер жизни, что там происходит? Я объясняю, почему вам невыгодно страдать, почему вам невыгодно расстраиваться, почему вам невыгодно перекручивать любую ситуацию как проблему, почему вам невыгодно быть жертвой, сбрасывая ответственность за все происходящее в вашей жизни на кого-то другого. Когда вы понимаете это, вы начинаете совершенно иначе смотреть на все, что с вами происходит. И вы негативные мысли не только начинаете отслеживать, но вы с помощью специальных техник у нас они есть, учитесь с ними работать. И до какого-то периода времени это происходит, а потом уже автоматически вы просто у вас как будто вырастают такие решетки. То есть 90% негатива вы просто не пропускаете. Многие люди видят негатив там, где его даже нет. Вот в любом негатив. Вот что-то человеку еще и не сказал, он уже говорит, вот она, вот у меня такое бывает в коллективах, вот она ни перед чем не остановится, пойдет по трупам очень неприятный человек. Я когда ее вижу, меня коребят. Я еще ничего не сделала, ни с кем не разговаривала, никому не пакостила, но у человека уже есть восприятие, что все вокруг собрались для того, чтобы принести ему какие-то неприятные эмоции и так далее, и так далее. Вот и все. Так вот, моя задача, когда мы работаем в рерайтере, достаточно на простом языке, очень просто и быстро донести вам и показать вам, насколько невыгодно все, что вы творите. И то, что в принципе ваша жизнь сегодня такая, какая она есть, это полностью ваша заслуга. И все те проблемы, болезни и прочие неприятные вещи, которые у вас существуют, финансовые проблемы, проблемы в отношениях, это вы сами и сделали. И вы это начинаете понимать. Вот тут уже мой талант включается. Я с помощью своей методики доношу вам, как это работает. А когда ты понимаешь, что всякий раз ты сам себя отравляешь, ну как будто бы поливаешь помоями, у тебя рука, ты говоришь, позже, я раньше этого не понимал. Я не понимал, что я это делаю. Я это делал. Потом ты смотришь вокруг, господи, даже все вокруг делают, мама дорогая. Но ты перестаешь это делать, просто потому, что ты это осознаешь. Вот так их и убрать. А говорить о конкретных техниках сейчас бессмысленно, потому что без этого осознания вы будете себя постоянно поливать. Это как, знаете, вы взяли, полили себя грязью, пошли в душ. Взяли, полили себя грязью, надо же перестать поливаться. Понимаете? Техники техниками, но пока вы не поймете, что вы поливаетесь грязью, как это происходит, вы будете бесконечно поливаться душ, поливаться душ, поливаться душ. Ну, так тоже можно. Так, да, она сама нихуя не знает, а хуйню несет. Написал Константин. Константин, это типа наша парапылычка, малатановылычка, пидполукипком распидподемкалась, Клара у Карла украла коралла, а Карла украла украл кларнет. Этого про это? Это скороговорка такая была? Да, она сама нихуя не знает, а хуйню несет. Так, я все время думаю, что кто-то подумает обо мне, работаю много над собой, но не могу от этого избавиться. Это тоже такое проявление позиции жертвы. Нам кажется и нам очень хочется, чтобы о нас кто-то заботился. Но скажите, пожалуйста, а почему? А почему? То есть это жертвенная позиция, когда нам кажется, что я же такой хороший и я заслужил, чтобы кто-то меня любил. Я вам скажу так, люди любят друг друга, но самая классная любовь, вообще я под любовью подразумеваю и дружбу, отношения основаны на каких-то классных эмоциях, потому что любовь – это эмоция. Происходит тогда, когда эти отношения между двумя самодостаточными личностями, когда я могу отдавать любовь и принимать любовь, но у меня я самодостаточен, то есть я еду на своей машине, а ты на своей, мы с тобой вдвоем едем на машинах. Не ты меня к себе подсадил, а потом выкинул меня, тварь такая, или ты меня подсадил, а я тебя выкинул. Нет. Вот история про отношения – это всегда история про то, что я всегда самодостаточен, и если что-то пошло не так, я не умру, мне будет неприятно, но мой автомобиль будет продолжать ехать. Поэтому, когда вы работаете над собой, почему я говорю, что для того, чтобы сделать счастливым кого-то, мы должны научиться делать счастливым себя, мы должны сами встать на рельсы. Поверьте, когда вы встанете на рельсы, вы очень хорошо поймете, о чем я говорю, вы очень хорошо поймете, о чем я говорю. И когда ты начинаешь работать над собой, когда ты себя создаешь, когда ты становишься этим самодостаточным человеком, сам свой собственный источник, ты понимаешь, что классно, когда появляется кто-то, кто хочет с тобой поделиться, ты понимаешь, как классно, когда ты хочешь с кем-то поделиться, неважно чем, но ты можешь это и делать, и не делать, а сила твоя будет оставаться с тобой, потому что обычно нам нужен кто-то, мы хотим, чтобы он что-то заменил того, чего у нас то есть мы хотим, чтобы вот он, вот я бы была, конечно, счастливой, но у вас хорошо, у вас есть мужчина, который вам деньги дает, а у меня такого нету, то есть не мужчина, вопрос, а который вам деньги дает, я бы, конечно, хотела чем-то заниматься, но мне никто-то не разрешает, то есть все время есть какой-то момент, скажите себе, я у себя одна, вот Оля, да, девушка, я у себя одна, это моя жизнь, у меня может быть миллион мужчин, а может быть не одного, я хочу сама выбирать, я хочу найти, обрести сначала себя, я хочу строить отношения любого рода не за что-то и не из-за чего-то, не благодаря тому, что он меня сделал или не благодаря чему-то другому, это не феминизм, это история про то, что я человек, я хочу лететь своими крыльями для того, чтобы лететь потом рядом с кем-то достойным, в противном случае вы становитесь или подсосником, или наоборот насосником, или кого сосут, или вы у кого-то сосете, в общем такая движуха, не знаю, насколько, конечно, понятненький пример, но вот эта нужда, тут просто важно осознать, что человек целен сам по себе, история про половинки дурацкая история, потому что вы в жизни все время меняетесь, и партнеры ваши могут разные меняться, вы должны быть самодостаточны, половинка это как будто кульгавы какой-то, знаете, на одной ноге, вы на двух ногах, я очень хочу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Так, давайте напоследок что-нибудь, и все. Знаете, все вопросы такого характера, когда мне все время хочется отвечать одно, приходите на рерайтер, как бороться и поработать свои обиды на других. Смотрите, представьте себе, что такое бороться, я подхожу к вам и толкаю вас, что вы сделаете в ответ, что вы захотите сделать в ответ, ну, скорее всего, вы захотите меня тоже толкнуть, ну, жертва впадет, ой, вы меня обидели, вы меня оскорбили, в нормальной ситуации тебя толкнут в ответ, обычно мужчины так себя ведут, ты, ты. Если вы воспринимаете жизнь как борьбу и настроены воевать, сражаться, то будьте готовы, что она даст вам в ответ. Мое правило такое, что на всякую силу найдется большая сила, и если ты затеваешь какое-то сражение, то, ну, условно, сражение насмерть, будете толкаться до тех пор, пока кто-то кого-то не предает. Ну, вот так это происходит. Всякий мир, как там, худой мир, да, лучше всякой войны, не помню, как это говорится, я за мир. И я за то, что, помните мультик «Крошка-енот»? Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Мама, там я видел в озере такое ужасное, страшное чудовище, которое было таким злым. Вспоминайте этот мультик почаще. Если вы настроены воинственно, вы всегда будете получать войну. Если вы настроены полюбить что-либо, сделать что-либо хорошо, вы всегда будете получать такой фидбэк. Даже ваше измененное отношение в виде эмоций, когда вы проходите мимо человека, способно повлиять на этого человека, на ваши отношения. То, что вы излучаете, то вы и притягиваете. Это первое правило, которое вы должны знать. Никакая борьба, поверьте мне, никогда не принесет вам настоящее удовольствие. Вы можете выиграть сражение, но поверьте, то, кому вы доставили, кого вы победили, будет всегда хотеть вам отомстить. И вы всегда будете жить со страхом, оборачиваться назад, не ждет ли вас кто-то где-то в прямом или в переносном смысле. Что касается обиды. Если бы вы были на рерайтере, вы бы знали такую штуку. Обида – это эмоция. Когда мы с вами излучаем какую-то эмоцию, мы с вами на физическом уровне ощущаем вибрацию. Очень простой пример. Вспомните, когда вы что-то выиграли, когда вы получили какой-то высокий балл, когда вас взяли на работу, когда, не знаю, вам сказали «да». Вот это ваше высокое ощущение разрывающее, да, такое типа «вау». Это называется высокая вибрация. Она, если ее замерить специальным прибором, лэнцефалографом, господи, ее можно увидеть в виде ауры. Низкие вибрации, когда вам сообщили неприятную новость, когда вас обозвали, когда вы попали в какой-то стресс, он кто-то испугал вас, напугал, да, там, или вы обиделись очень сильно, вам сделали что-то неприятное, вы ощущаете такое вот, как сердце в пятке, вот тут такой холод. Ну, я не знаю, у меня вот здесь эта эмоция застреет, может быть, у вас застревает, может быть, у вас в каком-то другом месте. Это физически ощущается, вот эта энергия. Так вот, обида – это низкая вибрация. И когда вы находитесь в состоянии обиды, мало того, если эта обида живет, то она живет на подсознательном уровне, она у вас вибрирует постоянно. Вы можете ее не ощущать прям вот все время, но на подсознательном уровне у нее все время есть некое излучение, это как у нашего телефона, мы же не видим, как у него идут антенки куда-то там, как эта связь, мы ее не видим, что происходит. Но у нас происходит, Wi-Fi происходит, Bluetooth происходит, еще куча всего происходит, мы этого не видим, с телефона ничего не торчит, но это есть. То же самое у человека. И вот у нас вот эта обида, она с нами живет, поскольку это низкая вибрация, низкая вибрация притягивает в нашу жизнь все низкое. Что такое низкое? Это болезни, это различные неприятности, это различные негативные ситуации, аварии, прочие штуки, которые намагничиваются. И когда мы с вами находимся в состоянии обиды, мы как будто бы с вами возле уля ходим намазанные медом. Вот так это выглядит. Мы не видим ни уля, ни меда, но что-то происходит. Вот такая движуха. Когда мы с вами этого не знаем, мы обижаемся, мы, конечно, такие, нам убедиться надо, все, война. А когда я знаю это, что я делаю хуже только себе, причем парадокс такой. Я обижаюсь на кого-то, но это я чувствую, а не тот человек. И поэтому все плохое происходит со мной, а не с тем человеком. Я говорю, он виноват, он меня обидел, а плохо от этого мне. Вот это про осознанность. Осознанность – это когда мы с вами начинаем понимать вот это устройство мира, то, чем мы занимаемся в рерайтере, собственно. И когда вы это понимаете, тут уже к вам вопрос. Хотите делать себе плохо? Ну, теперь вы это делаете осознанно. Теперь вы хотя бы знаете, почему в вашей жизни все так плохо. Вы теперь понимаете, что вы делаете. А так же это вы не понимаете, вы говорите, я такой хороший, меня все обидели, все, почему мне так плохо, а ему так хорошо, это же несправедливо. Ну, справедливо, несправедливо, вот так все, в общем-то, и устроено. Итак, друзья, дорогие, мы с вами час времени провели вместе. Я, конечно, с удовольствием бы с вами пообщалась еще, но нужно двигаться дальше, много целей и задач. Сегодня еще, сегодня открытую продажу в пробную версию моего марафона рерайтера жизни. Я считаю, что гениальный марафон на самом деле, не будем скромничать, потому что те результаты, которые он делает, и то, как он меняет людей, это фантастика. Это я вам точно скажу. И я знаю, что мои многие участники задавали подобные вопросы, которые мы с вами читали, а потом за них немножко краснели и думали, господи, как я вообще такое мог спросить. В течение двух-трех недель происходят фантастические изменения. Марафон длится месяц, поверьте, если вы поработаете этот месяц, это просто плюс 10 лет. Это я вам даю гарантию. Сейчас вы можете попробовать, что это такое, всего за 5 долларов. За 5 долларов вы попадете в марафон на 4 дня и, в общем-то, увидите всю эту движуху. Мы пишем там книгу жизни своей мечты, мы разбираем там то, как устроена наша реальность, мы учимся делать некие ментальные практики и упражнения по работе с негативом и многие другие, которые помогают нам изменить свое мировоззрение, свои взгляды и в результате понять, как перепрограммировать свой мозг и настроить себя с вот этой вечной жертвой обечевого человека, страдающего на человека, который создает сам ту реальность, которую он для себя желает. Для того, чтобы попасть на марафон, вам нужно просто кликнуть у меня в профиле на ссылочку или зайти ко мне в сторис, там всегда есть 100 ссылочек на рерайтер жизни. Совсем, если все плохо, можно в гугл написать рерайтер жизни Ольга Ермилова и тоже на него попасть. Я, в свою очередь, хочу попросить вас, если вам понравился эфир из серии «Вопрос-ответ», написать, оставить комментарий после того, когда я его опубликую в качестве вашей благодарности, такой себе оплаты. Помните, что энергия благодарности одна из самых мощнейших, поэтому, написав благодарность за этот эфир мне, вы прежде всего сделаете хорошо себе, потому что, как я уже говорила, эмоция и вибрация всегда принадлежат тому человеку, который ее излучает, а не тому, который получает. Но я, со своей стороны, безумно вам всем благодарна. Я очень надеюсь, что никто из вас, из тех, кто задавал вопросы, не обиделся. У меня никогда не стоит цели вас обидеть, но отрезвить и показать вам правду и снять с вас очки всех цветов иногда бывает очень полезно. Люди любят нам врать, дабы нравиться нам. Я не хочу вам нравиться, я хочу вам помочь обрести свою классную, крутую жизнь, которая наверняка с вами может случиться, если вы захотите ее случить. Всем большое спасибо, жду ваших комментариев после публикации.